3 декабря в календаре особая дата – Международный день инвалидов. Цели, ради которых он был провозглашен – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. В Лабутнангах прикладывают немало усилий к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ограниченными в правах и вели полноценный образ жизни. Накануне в городском доме культуры для особенных деток устроили праздник с играми, конкурсами и просмотром мультфильмов. Там побывала и моя коллега Светлана Кель. Трудности, с которыми приходится справляться особенным ребятам каждый день, заставляют их жить и чувствовать иначе, чем обычный человек. И как мало надо для счастья этим неизбалованным судьбой детям. Они искренне радовались знакомству и общению со сказочными скоморохами и Кащеем Бессмертным. Лабутнанские актеры адаптировали детские игры, конкурсы, викторины под особенности каждого ребенка. Время, проведенное веселой кампанией для юных участников, стало настоящим праздником. Как родители ребенка с ограниченными возможностями, считаю, что такие мероприятия очень нужны для адаптации детей, интеграции в общество. То есть есть дети, которые не организованы, которые не посещают детские сады, школы. А сейчас есть возможность общаться со сверстниками, развлечься, получить эмоции положительные. Я думаю, они очень часто собираются, но еще бы хотелось бы. И можно и возить их куда-нибудь, и предлагать вот такие вот встречи. Очень интересно, вообще молодцы, конечно. Все организовано всегда. Они когда встречаются, кто друг друга знает, они по-своему общаются, у них настроение. Вот мой сын друга встретил, у него радости такие, вообще даже не выскоряется. Детки, которые имеют возможность передвигаться самостоятельно, с большим удовольствием приняли участие во флэш-мобе. Подожигательные ритмы ребята вместе со сказочными друзьями разучили новые танцевальные движения. Детки, они любые детки. С ограниченными они дети. Живые эмоции, живое восприятие. Посмотрите на их лица. Особенно приятно делать для мероприятий, для детей, для вот таких вот, да, чтобы они не чувствовали себя бездольными, чтобы они чувствовали себя нормальным, вот наивным ребенком. Поэтому мы стараемся из-за всех сил. Мы приглашаем на все мероприятия, на новогодние праздники. Пользуясь случаем, уже с наступающим, можно уже декабрь наступить говорить. Поэтому нет разницы, какой ребенок. Для нас детки все являются детьми. Искренними, добрыми, талантливыми, красивыми. В этот вечер радость общения с персонажами детских сказок придала особенным детям и их родителям уверенность, что диагнозы и отклонения от общепринятых норм не приговор. Жизнь с тяжелыми заболеваниями может быть насыщенной и счастливой. И в качестве подарка работники городского дома культуры устроили для своих юных гостей показ на большом экране старого доброго мультфильма о рыбаке и золотой рыбке. Свердлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».